В преддверии Всемирного дня ребенка в регионе проходит мероприятие по профилактике детского травматизма. В лицее номер 6 состоялась лекция, на которой ребятам рассказали все о том, как избежать несчастных случаев. Дело в том, что на протяжении последних лет, несмотря на различные усилия различных организаций, в том числе Департамента здравоохранения, Уполномоченного по правам ребенка, ГИБДД, процент травматизма у детей остается достаточно высокий. За этот год в травмпунктах побывали 14 тысяч детей. Кроме учеников 6-го лицея, лекцию видит и слушает еще 26 школ города. Выручают современные технологии. Рассказ проходит в форме вебинара. Почему не стоит зажигать фейерверки без взрослых и глотать на спор пуговицы? Как нужно кататься на санках и лыжах? Что делать при переломе, а что при ожоге? У врача на все есть ответы. Сначала успокоиться самому и успокоить пострадавшего. А потом уже правильно охладить обожженной, конечно, с холодной водой. Вот это правило, которое порой спасает человека. Кроме того, ребятам предложили по фотографиям травм попробовать определить, от какого несчастного случая мог пострадать подросток. Показали, как лечат переломы и для чего нужны стальные спицы. Лекции лицеисты остались довольны. Честно говоря, я узнал для себя сегодня много интересного. Но вообще, в принципе, то, что говорилось, я и знал ранее. Только здесь я узнал чуть более, немножко расширил свой указор. Но сказали, что у мальчиков больше травм, потому что мальчики более подвижны, ведут более активный образ жизни. 18 ноября по всей области будут организованы пункты консультации по проблемам правовой помощи детям. На вопросы граждан ответят врачи и специалисты Департамента здравоохранения. В Иванове площадки будут располагаться в ЦК и ОИФТЭКС, Доме национальностей и областной нотариальной палате.